День в день, час в час, минута в минуту, радио, Болтком. Утро на Болткоме. Здравствуйте, начинается утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пека проводит с вами это утро. Доброе утро. Да, и сегодня на календаре 16 февраля. Поздравляем наших соседей. Литва отмечает День восстановления государственности. А еще праздник в Северной Корее. Там День сияющей звезды, день рождения Ким Чен Ира. Кто запутался, значит, был Ким Ир Сен. Он основал государство, ну, северокорейское государство. Его сын был Ким Чен Ир. Кстати, в мемуарах Соловьева, ну, режиссера российского, там же он, этот Ким Чен Ир, он родился и воспитывался в Советском Союзе. И Соловьев говорил, что, в общем, он же с ним играл в детстве и чуть было не утопил его в речке. Там такая очень, ну, глава была очень любопытная в его мемуарах, где он вспоминал о своих, в общем, о своей роли в истории. Ну, а его сын, другая книга, знаменитая документальная книга о том, как его сын украл голливудскую звезду и удерживал ее сколько? Только полгода, 9 месяцев, в общем-то, у себя в Северной Корее, и никак не могли бедняжку вызволить. Но праздники этим не заканчиваются. Сегодня жирный вторник, так называемый Мардигра. В переводе с французского Мардигра есть жирный вторник. Праздник, разумеется, в основном он отмечается в франкоязычных странах, в том числе на юге США, хотя это не франкоязычная страна. Ну, там много французской Луизианы. Ну, совершенно верно, вот с этим Миссисипи и так далее. Существенная деталь – праздник должен обязательно закончиться до полуночи, каким бы разгульным он ни был. Такова традиция, такова народная молва. И сегодня же Международный день блина пошел он. Эта традиция зародилась в английском городке Олни уже более 500 лет. И началось все с того, что во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя на кухне, и призвавшие ее к мессе церковные колокола заставили прямо, не бросив сковородку вместе с ней в руках, побежать в церковь. Так, в общем-то, с тех пор ежегодный забег с блинами в руках и происходит, и не только в Великобритании, но и в США и в других странах, говоря же о праздниках, и в том числе, да, поддерживаю сегодня день восстановления латвийского государства, как правило… Литовского, литовского. Литовского, я оговорился. А литовского государства, да, поздравляем соседей. И, как правило, подобные государственные праздники сопряжены с фейерверками масштабными, тоже такие жирными, как жирный блинный вторник, на которые улетают бешеные, по мнению некоторых, деньги, кому праздник, а кому лишние траты. Ну, и не говоря уже о том, что сейчас, во времена пандемии, всегда поглазеть на салют собирались толпы, и многие возмущались тем, что после салюта начиналась давка, когда люди не могли выбраться, ну, собравшись там на набережной, где-нибудь там, где происходит салют. Это тоже ставили в вину вот этим мероприятиям опасность. Много что ставят в вину, в том числе уязвимость домашних животных, особенно собак, которые шугаются этих резких хлопков. Но, будем откровенны, затянувшаяся зима, у нас несколько лет не было такого холода и этого снега, это вечная слякоть и вечная серость. Но душа, а, ну, плюс пандемия и ограничения, душа требует праздника. Но, тем не менее, на волне вот этого желания простого человеческого праздника и ярких цветов, и ярких эмоций, всем передана инициатива запретить муниципалитетам и государственным организациям устраивать салюты. И, я так понимаю, с нами уже на связи Янис Нутовц из Независимой ассоциации пиротехников. Янис, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы, как профессионал своей сферы, не можете наверняка поддерживать эту инициативу, но хотя бы частично вы согласны с тем, что сейчас не самое время муниципалитетам и государственным органам тратить десятки тысяч на салюты, в буквальном смысле пускай их в небо, или все-таки вы придерживаетесь того мнения, что праздник есть праздник, и это в разрезе года, и учитывая там многомиллионные бюджеты, не настолько большие суммы для маленькой толики радости? Я думаю, конечно, что эти суммы не настолько большие, которые тратятся на фейерверки. И что за эти деньги мы не можем дать простому человеку никакие эмоции, которые дают салюты. Ни в коем образе. Что мы можем предложить взамен, если посмотреть? Если мы сравниваем Латвию с Шанхаем, где происходят в небе дрон-шоу на тысячу дронов, там, конечно, затраты там 10 и 100 кратов больше, чем на простой фейерверк. И в Латвии эти фейерверки с хорошими дальними традициями развились до такой степени, что они красивы и не настолько и дороги. Ну, во сколько можно оценить средний городской рижский салют, какими они были еще пару лет назад? 10 тысяч, 20, 50? Ну, хотя бы порядок цифр. Да. Ну, да, примерно, сколько мне известно, Рига тратит 10, 12, 17, 18, но с 10 до 30 тысяч евро обычный год, если не считая круглые даты, круглые юбилеи в Латвии и Риге. Но, будем откровенны, суммы действительно относительно невеликие, особенно нижний порог. А скажите, насчет всевозможных фейерверков, которые устраивают простые люди на дни рождения, свадьбы, какие-то юбилеи большие, круглые даты, и сейчас, я понимаю, это все находится под запретом, но вот насколько вот эта традиция, она как-то, ну, в мирные, скажем так, годы, когда не было еще ковида, она стала, ну, действительно, традицией отмечать с фейерверком? Ну, это... Я сам занимаюсь фейерверком уже 33 года. 33 года. И я заметил, что это все идет по спирали. Это бывает в годах, когда люди больше заказывают, больше хотят фейерверк. Бывает, когда опять снижается этот запрос, а бывает, когда повышается. И я думаю, что на данный момент, и тоже на данный момент, когда мы все живем в эпоху ковида, живем в эпоху фейерверк, это одно из очень немногих удовольствий, что мы можем разрешить себе в такое время вместе с детьми, видеть на улицу, видеть свой двор и запустить какую-то ракету или в фонтанчик, или посмотреть, потому что в кино не сходить, в супермаркет любыми не сходить, а что делать? А как эту радость получить? Просто сидеть дома? Ну, тоже. Так что, в принципе, я думаю, что для этого времени фейерверк это хороший выход, хорошая добавочка эмоций, добавочка, что мы можем получить за совсем небольшие деньги. Но ведь все равно, даже если не запретят, благодаря этой инициативе, которая, кстати, количество подписей было собрано на портале Monobal.slv, даже если не запретят, а оставят все в силе, на данный момент запрещены массовые собрания, и непонятно, когда их разрешат? Ну, конечно, да, но в этом каждая семья может свою коробку купить и на свой праздник запустить. Это большие праздники запрещены, но в семейном кругу это не запрещено. Это и делалось и на Новый год, и на частные юбилеи. Скажите, а фейерверки, вот то, что продается в магазинах, скажем, для простого человека, кто является главным производителем, поставщиком вот такого рода фейерверков? Откуда они к нам попадают в Латвию? Это 99% фейерверков все приходит из Китая. В Латвии, ну, что-то, что-то чуть-чуть делается, но это 0,0% из всех фейерверков, которые используются в Латвии и Европе. Но эти фейерверки, они все сертифицированы. У нас достаточно серьезный, сильный, проверенный закон, который соответствует всем директивам, героптическим. Так что, это не самозвол и не произвол. Потому что, действительно, одно из тоже, ну, таких обвинений в адрес фейерверков, это опасность для людей. Многие люди, ну, получают травмы, особенно это всегда бывало во время празднования Нового года, ну, когда массово запускались фейерверки, люди часто не соблюдают вот меры безопасности, не отходят на безопасное расстояние, держат фейерверки в руках, когда они буквально взрываются в руках и так далее. Да, но вы посмотрите статистику, что у нас было на Новый год. Я вот это тоже специально для вашей передачи читал, что, например, 7-летний ребенок в руке взорвал петарду. Ну, как, где он это получил? Это значит, это родители дали ему это изделие и сами не присмотрели за этим ребенком. Это, конечно, очень плохо. Это так же, как пожилой человек пробовал зажечь незагоревшиеся изделия. Ну, зачем? Ну, почему это делать? Ну, верните в магазин, принесите обратно, мы поменяем. Это вообще без разговора. Это же общее дело думать о безопасности, чтобы это было красиво. атака, если фейерверк, он сам по себе достаточно безопасен, если его правильно использовать. Но, если люди, конечно, перепили и все делается на ура, это, конечно, очень плохо. Это не вина пиротехники. Если не было бы официальной легальной пиротехники, эти травмы получили бы каким-то иным образом. Помимо травмоопасности, фейерверком, в том числе современным, прошедшим всю эту строгую сертификацию, которую вы упомянули, ставят в вину два момента. Это опасность для окружающей среды, то есть много опасных отходов, и травмы, в основном психологические, для домашних животных. Что вы скажете по этим двум моментам? Ну, насчет загрязнения, это тоже это совсем это слишком строго сказано, потому что опасных отходов от фейерверков в принципе нет. Это то, что сгорает и остается после фейерверков, бумага, глина, и те элементы и соединения, которые нас окружают. Это в нашей среде уже они есть, они в составе глины, в составе тоже морской воды, тоже минеральных удобрений. Например, вы задумались, сколько в сельском хозяйстве высыпают минеральные удобрения просто в землю. Это примерно одна тонна на гектар в году. И большинство из них попадает в грунтовые воды, отравляет все, что можно. по сравнению фейерверки это такая капля в море, которую просто никто не замечает. Это в природе найти очень трудно этот остаток фейерверка, потому что он уже там, уже находится. В фейерверках практически не используется ни пластмасса, ни металл, который долго разлагается в природе. Большинство это бумажные изделия, которые за пару месяцев разлагаются полностью. Так что эти обвинения в сторону то, что там происходятся опасные и не какие-то отходы, это чуть-чуть увеличено. Так же, как загрязнение воздуха, мы смотрели уже по этим выбросам СО2, по выбросам сажи, по выбросам с чем сравнивать? Одно, домохозяйство, которое топит свои печки дровами или, не дай Бог, каменным углем, загрязняет больше воздуха, чем вся переверочная индустрия Латвии вообще вся зона, потому что наша отрасль настолько маленькая, что вообще эти загрязнения, они очень маленькие, о них говорить о серьезном загрязнении смысла нет. Во-первых, насчет домашних животных, я тоже участвовал в заседании САИМа, где высматривали это, и там уже об этом говорили, что эти ветеринары, ну, не могли сказать, что они помнят ситуацию, когда к ним привезли собаку, которая получила какую-то травму от фейервера. Конечно, есть ситуация, что они боятся и шума грома, например, у нас тоже в доме собаки, которые боятся этого шума и запускают домой, когда эта гроза происходит, они там отсиделись и потом вышли, и все опять хорошо. Это, как я скажу, что те люди, которые или не хотят, или не умеют присматривать за своими животными, эту вину скидывают на пиротехниках. Это совсем не наша вина, что их животные, может быть, убегают или, может быть, чуть не понимают. Потому что если человек решил погулять на бабушную ночь с собачкой во время салюта, ну, извиняюсь, это или нежелание, или не умение присматривать за этим животным. Да, скажите, а есть ли какая-то сезонность, мы понимаем, что салюты более ярко и зрелищно смотрятся именно в ночном небе, и когда длинный световой день с наступлением теплого времени, сокращается ли количество закупок такого рода для оборудования для всевозможных фейерверков? Конечно, магазины вообще 90-95% оборота из-за пунктов происходит в декабре месяц или последняя неделя или две недели перед Новым годом. Это вся летняя, как вы говорите, длинный день, это все, конечно, не в переверочное время. И в Латвии достаточно строгие законы, где после 11 вечера вообще не в Риге, не в Юрмале, но вообще не разрешают стрелять, не согласовывают фейерверки и фейерверщики, и мы как техника достаточно строго эти законы соблюдаем. Такого нету, что ночью, два часа ночи вот пришли, вот захотели и выстрелили. Это достаточно строго. И сейчас в 2020 году приняли новый закон, где это все ограблено какие штрафы и кто какие штрафы за это все может оставить. Что я хочу подчеркнуть, если почитать закон о пиротехнике в Латвии, он настолько серьезен, настолько строг, что там все уже описано. Просто надо его почитать и все пункты мы там видим, что те люди, которые покупают фейерверки, как они должны их использовать и где их можно использовать. Что нельзя стрелять, когда мусор падает на другие машины, на другие имущества, или на землю, которая не принесет ему. И так, и так, и так, и за это все штрафуются, и за это могут штрафовать кто угодно. И просто надо этот закон прочитать, и тогда всем будет ясно, что новые запреты. Вообще не надо думать о новой запретах, просто читать тот закон, который уже принят. Я напомню, с нами на связи Янис Снутов из Независимой Ассоциации Пиротехников. Мы обсуждаем возможный запрет в Сейм переданной инициативе запретить муниципалитетам и государственным организациям устраивать салюты. Янис, еще такой вопрос. Вы сказали, что отрасль пиротехники в Латвии достаточно маленькая. Давайте оценим, насколько она маленькая. И сразу второй вопрос. Насколько сильно этот возможный запрет повредит вашей отрасли, учитывая же, опять же, ваши собственные слова, что государственные и муниципальные учреждения сравнительно немного тратят денег на салюты? Если в цифрах годовой вообще в Латвии видели 14 лицензий на пиротехнические услуги и примерно 50 лицензий на торговлю пиротехническими изделиями. Этот годовой оборот я смотрел по лицензиям по профессиональным пейерверкам, которых входят несколько и также те, которые продают пейерверки. Ну, где-то около полтора миллиона евро годовой оборот всех компаний вместе. Но по сравнению я думаю с любой другой отраслью, я не знаю другой отрасль, которая настолько мало денег, у которой настолько мал денежный оборот годовой. И при столько много радости дарит. Ну, да, это специфическая отрасль, но те же парикмахеры, я думаю, вредят природе гораздо больше, и денежный оборот у них гораздо больше, чем фейерверк. Потому что фейерверочные компании, их вообще на пальцах сосчитать, и те люди, которые работают в этих отрасли, тоже всех их в лицо знают. Хорошо, спасибо огромное, Янис, хорошего дня, держитесь. Итак, напомню, Янис Нутовс разговаривал с нами, член независимой ассоциации пиротехников. Продолжение следует...